Приветствую вас! Я думаю, что для начала вам нужно определиться с тем, кому вы адресуете свой вопрос вообще. Потому что исходя из того, что вы пишете, я могу предположить, что задаёте вопрос вы не совсем психологом, а скорее больше вопрос ваш адресован эсотерикам. Я, конечно, могу ошибаться, но почему-то мне показалось именно так. Связано это во многом с тем, что вы говорите о том, что вашей любви кто-то позавидовал. То есть, как бы вот, мне кажется, что этот момент, момент того, что вашей любви кто-то позавидовал, ну, по вашему мнению, является в некоторой степени мистификацией ситуации, мистификацией, мистификацией ей отношений. Потому что, ну, конечно, вашей любви кто-то мог позавидовать и это вполне нормально, что ваши любви могли завидовать, мог кто-то позавидовать вашей любви. Но, чтобы из-за этого мужчина, например, стал к вам холоден, нет. Я, честно говоря, я так не думаю. То есть, я не думаю, что дело именно в этом. Нет, конечно, вы можете обратиться, вы можете обратиться, конечно же, к, например, эзотерикам для того, чтобы они вам дали некую обратную связь по данному вопросу, чтобы вы для себя сделали какой-то вывод, чтобы вы для себя поняли, есть ли или нету ли какого-то вот наговора на вас, да, какой-то порчи на вас, ну и так далее. Если вы в это всерьез верите, если вы всерьез считаете, что это, ну вот, то, что может быть, собственно говоря, у вас. Вот, с точки зрения психологии, с точки зрения профессиональной психотерапии нужно смотреть более конкретно, что происходит. А именно, вы говорите, мы с мужем очень любим друг друга, а кто мы, в первую очередь. То есть, возможно, вы любите своего мужа, именно вы. Но вы не можете ручаться за партнера, потому что, то, что чувствует партнер, знает только он сам. Вы не можете сказать, что мы с мужем очень сильно друг друга любим. Возможно, у вашего мужа есть вам чувства, но какие они, эти чувства? На мой взгляд, нужно смотреть и разбираться, потому что, если бы у вас, допустим, все было бы хорошо, если бы между вами все было бы хорошо, то, ну, наверное, вы бы не пришли бы к нам с таким вопросом, да. Поэтому, давайте, мы немножечко сейчас отойдем от этой позиции мы, да, отойдем от позиции мы, и больше сделаем акцент на я. Сейчас вы можете сказать, например, что я люблю своего мужа, у меня есть к мужу чувства и так далее. Вот это то, что вы можете сказать объективно. Значит, как проявляется ваша любовь, как проявляется его любовь, я имею ввиду любовь вашего мужа. Вот, это очень важный момент, потому что очень часто бывает так, к сожалению, что люди путают с любовью некие, некие потребностные аспекты, связанные с потребностями, вот. Я не говорю о том, что это всегда что-то плохое, вот. Я не хочу сказать, что это плохо, но во избежание неточности, во избежание какого-то непонимания, какого-то недопонимания, мне кажется, что очень важно было бы этот момент зафиксировать. То есть, еще раз, как вы относитесь к своему мужу? Как вы проявляете свою любовь к нему, если, если вы, ну, если вы проявляете там, вот. Мне кажется, это важно. Как муж проявляет любовь к вам, если вы говорите, что вы любите друг друга, то, соответственно, и муж тоже, наверное, должен проявлять, как-то, ну, какие-то, чувства, да, вам, вам, свои, вот. То есть, именно, именно из-за анализа данной истории, именно из-за анализа данной ситуации, можно будет вывести то, что именно вы чувствуете друг другу, вот. Таким образом будет несколько более понятно, как и что между вами, к примеру, происходит. Дальше идем. В последнее время он очень холоден ко мне. Ну, опять же, с точки зрения профессиональной психотерапии, значит, произошел некий факт, произошло некое событие, которое вашего мужа могло от вас, ну, условно говоря, как-то отдалить. Отдалить, отвратить, возможно, его что-то обидело, вот. То есть, почему вы считаете, что сразу вот кто-то поповедовал о вашей любви, да, почему вы не берете в расчет, несколько более, например, ну, несколько более приземленные, несколько более реалистичные варианты развития событий, да, как то, например, что мужчина, ну, просто вот мог на что-то обидеться, он мог уставать, у него могли начаться или быть какие-то проблемы, какие-то, ну, трудности, какие-то сложности, вот, и так далее. То есть, вот этот момент вы почему-то не учитываете. Хотя, это достаточно важная история, на самом деле. Ибо, если такое действительно имело место быть, то вы за это листите ответственность, в том числе и вы ответственны за то, что происходит сейчас с вашим мужчиной, что он от вас одолелся, что он представился, как к вам подходит и так далее. То есть, тут история вот такая. Ну, и это свидетельствует о том, что вы с ним были не настолько близки, к сожалению. Это свидетельствует о том, что вы с ним были вот не настолько близки, чтобы вы, например, знали, что они происходят и почему он ведет себя именно так. Дальше. Так, другой дамы нет, откуда вы знаете? Он не ищет ко мне подходя, чтобы помириться. Почему он и Юлия должны искать к вам подход? Вот, понимаете как, вы говорите, он не ищет ко мне подходя, чтобы помириться. То есть, получается, что у вас была ссора, получается, что у вас был некий конфликт, получается так. Вот. И вы в этом конфликте, ну, занимаете позицию, вот, наверное, ну, судя по тому, что я вижу, в этом конфликте вы занимаете такую позицию, что он должен искать ко мне подход. Но ведь в конфликте участвуют оба человека, два человека, и вы в конфликте участвуете тоже, вы тоже принимали в нем участие, в конфликте. Вы тоже внесли свой вклад в него, в конфликт, в смысле. И, получается, что, возлагая ответственность на мужа за решение конфликта, вы снимаете эту самую ответственность с себя. Возможно, это связано с тем, что раньше мужчина всегда искал к вам подход, а теперь, допустим, перестал это делать. Возможно, это связано с тем, что вы себя ответственны за, ну, за ту размовку, которая между вами произошла, да, не считаете. Вот. Возможно, есть еще какие-то моменты, о которых вы здесь не говорите. Но с точки зрения профессиональной психотерапии, вы не делаете шагов навстречу мужу и не облегчаете ситуацию тем, что считаете, что он должен искать к вам подход. Вот. Вот. Потому что получается, что только он ответственен за конфликт. Вот. То есть, его никто не оправдывает. Его никто не оправдывает. Но один, один человек в конфликте виновен быть не может. К счастью или к сожалению, но он не может. Всегда есть второй партнер, который тоже возникнет сейчас. Именно без второго партнера не было бы никакого конфликта. Вот. Значит, может кто-то позавидовать любви или... Ну, я не очень понимаю ваш вопрос с точки зрения психологии и психотерапии. Вот. Я могу сказать, что вы уверены, что другой дамы нет. Почему? Почему вы так уверены в ответ? Эм... Я не говорю, что она есть. Другая дама. Я просто... Хотел бы, чтобы вы как-то вот этот момент раскрыли. Это... Почему вы считаете, что другой дамы нет? Почему вы так уверены в этом? То есть, в том, что... В том, что это может быть... Ну, в том, что это может не быть завистью. А в том, что это может быть просто разогласия у вас возникли. Вот. Ну, между вами. В этом вы не уверены. В том, что это так. А... Значит, в том, что... В том, что у него другой дамы нет, вы уверены. Хотя... Ничего... Ничего на это не указывает. Ну, то есть, это нельзя не доказать, не опровергнуть. То, что у него нет другой женщины. Вот. Понимаете? То есть, вот ход ваших мыслей... Ход... Ход ваших мыслей... Он... На мой взгляд, не очень здесь очевиден. Вот. По крайней мере, мне. Поэтому я, собственно, и сказал вам о том, что... Может быть... Может быть... Может быть... Вы свой вопрос задавали не психологам, а эзотерикам. И в таком случае, если вы задаете вопрос эзотерикам, тут все более... Ну, более понятно и... Более четко прослеживается... Направленность вашего вопроса. Вот. Я не хочу сказать обязательно, что... То, что вы спрашиваете... С точки зрения вот психологии, это прям... Что-то очень плохое. Нет. Нет. Я не хочу так сказать. Но я хочу сказать, что мы, как специалисты, рассматриваем определенные вопросы в определенной плоскости. Вот. И... Здесь, к сожалению, есть... Расхождение. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго и удачи.